Ну что, дорогие друзья, давайте продолжим, или даже будем заканчивать последним матчапом на сегодняшнюю ночь. Мибр против Юнайтед в рамках ЕСЛ про лиги восьмого сезона с евроамериканского дивизиона. Депр в качестве одного саппорта для своего коллектива, Стюйтуки уже упал. Фолин тоже будто со смоком есть для мибров. Дазал по ходу похоронен пустой товарищ, отлетит от господина Габриэля Толеду. Ну, бомба, правда, будет поставлена. Три человека есть у команды Мибр для того, чтобы здесь что-то показать интересное. Молика нету, молика нету, да. Декой отходина не особо поможет. Вот, прочекал бачком, что там происходит. Колдзера вместе с Фернандо хоронил вообще всех, а есть остается последний. На развороте Ферп попытался что-то сделать, не получилось. Колдзера помог. Это первый раунд для команды Мибр. Ну и 300 баксов тому, кто поставил бомбу. В таком случае, если они этот раунд таки не проиграли, хотя у меня были сомнения. Но сомнений больше нет. Сомнений больше нет. И давайте смотреть далее. Три ЮСПА+, два П-250 у команды Юнайтед. Ну, очевидно, да, то, что это и краунд. И на третий они будут возвращаться с девайсами. Команда Мибр хочет поставить бомбу все еще на Б. У них, скорее всего, получится это сделать, потому что особо никакого сопротивления быть не должно на данный момент времени. Ну, вообще, по-хорошему надо ждать, конечно, девайсного раунда от команды Юнайтед, потому что Юнайтед интересный коллектив. Они местами очень хорошо играют. Даже не просто неплохо, а местами вообще-то очень хорошо. Но против Мибров пока что вопросы. Вопросов очень много. Мибры сегодня готовы, не готовы. Как обычно, это бывает в прошлом сезоне, по крайней мере, так было. Сальют ли первую карту, не сальют. Из того, что я вижу, пока неплохо, но это всего лишь первые два раунда. Вот теперь будет девайсный, вот теперь важно, важно, что будет происходить в стане команды Юнайтед. Единственная проблема, что будет ли АВП, потому что денег вот-вот-вот вообще в упор. Да, и АВП будет, и без кевлара, без гранат, без ничего. Ну, возможно, на эту ВПшеньку рассчитывают или ВП с командой Юнайтед, раз уж Эйс думал некоторое количество времени и, видимо, спрашивал, мол, мужики, мне вообще брать, не брать? И сказали брать. Значит, возможно, есть какие-то идеи под это АВП, ну, в смысле, стандартные идеи, я имею в виду. Ну, какие-то полуцейфовые, да, чтобы снайпера не подставлять, соответственно. 4 плюс 1 играет команда Юнайтед. Полин будет стандартные смоки здесь раскидывать на межплейнте, точнее, на дефолт, на зиг, но этот смок не на зиг полетел. Конкретно вот этот, потому что смок на зиг, он по-другому в уголок там кидается. То есть, получается, надо просто закрыть мусы, кончаются патроны. Ну, вот справляется Юнайтед на девайс, ну, да, то есть, важно понимать, что Юнайтед как были неплохим северо-механским коллективом, так и остались. И дядь Каполь, он остается последний, на перезарядке вылетает что-то в стройку, здесь понимает, что это была ошибка, и в итоге погибает. То есть, в этом плане Юнайтед здесь все красиво делают. Выживает еще, в принципе, довольно-таки в большинстве, да, то есть, для них тоже. В данном случае удобно, Исда купает себе уже Кевлар, остальные ребята тоже по первому армору, то есть, более-менее, есть, конечно, деньги у команды Мибор, но это последние деньги. Теперь это Юнайтед 3 плюс 2, без заранних таймингов на 4 плюс 1, а потом на 3 плюс 2, ничего подобного. И вот недостача здесь героев на Апплэнте, среди по всему, Фернандо, кстати, тоже не погибает за зеленым. Неприятно, потому что Скайлер мог бы справляться, в итоге не справляется, и Среда золстается вдвоем. И здесь, на самом деле, очень-очень страшная ситуация для команды Юнайтеда, потому что они получат на руки 1400 денег, и Ис вот продолжает здесь лезть с ЭВП, и это очень-очень-очень вопросительный прям вопрос. Потому что, если это АВП отлетит, никто ему больше АВП не даст на следующий раунд. Он даст, кстати говоря, еще Тарька хранит, вот интересная вещь. Нет, и все-таки будет, судя по всему, спокойно отбегать. А Миборы-то точно будут отбегать это все, и так-то понятно. Третий раунд для команды Мибор Юнайтед 1400 на руки получают, и на самом деле денег вообще не хватает. Потому что у ИСа 2900 это не 300, да, да, все очень плохо по деньгам, но хотя бы два девайса сохранили, то есть это будут пистолеты по два девайса, соответственно. На бойеры проходят ребята из команды Мибор, но не все. Несколько человек туда, несколько человек заставили на ланге. Фоллин с бомбой около Абдауна наверху. Абдаун в итоге закрывают, Скайлер выходит со своей позиции, не может дальше продолжать там стоять. По крайней мере сейчас, может быть, чуть попозже зайдет обратно, но там уже противники, собственно, как раз. И Стьюит О'Кей выигрывает эту перестрелку. Уже занятый Абдаун, это серьезно. Но то, что Даззл поджимает сзади, вот это вот интересная тема, потому что Даззл может убедить, например, двоих. Потому что Фоллин думает ли, а Даззл не погибаетесь, то и все-таки закрывает оппонента сразу же. То есть моментально работает, мы всегда просто и собираем. Стоят 1-1 БА, ну или АБ, неважно. И вот теперь на 2-0, соответственно, сейчас будет. Ну вот Дэпер очень интересная позиция. Я его увидел, минус 0, при этом Дэпер не увидел Фера. И господин Войс падает последним. 1-4. Нету денег у Юнайтед, вероятный 1-5. 4 фрага Даззлов пока что за эти прошедшие 5 раундов, у остальных ребят немножко поменьше. Флэка, соответственно, от команды Юнайтед. Мебры Фернандо тащат, как мы видим. Ну, постепенно приходит пострадать Тарик. Старался насобирать, но не все. Получилось, Фоллин минус 0-1, сразу уходит. Фоллин, на самом деле, очень приятно здесь будет стрелять. То есть ему максимально удобно. Он понимает то, что, не, давайте я дальше не буду, потому что отлетать вообще никак не хочется. Да, прокрадет этот самый коллаж. Бомба поставлена на А. На самом деле, надо добирать оппонентов. Команди Мибор. У меня около зерна не получается. Внезапно. Фоллин тоже что-то на орехи здесь получает. Фернандо, может быть, закроет сзади. Но тоже, опять же, вопросительные вопросы. И вообще-то огрызаются Юнайтед неплохо. Закрывают еще Фера. Хорошо, хорошо. Это Флэка было, я напомню. Да, Мибор выиграет раунд, но какой ценой, опять же, и остается последний. Начинает кружиться со своим огненным змеем. В танце ужаса. Но на самом деле, этот коллаж он сохранит. Потому что ни Стю и ни Фоллин уже не пойдут. Потому что, ну, жесть какая-то. То есть, три человека буквально поумирало. А, четыре, окей. Фоллин еще умер. Интересная история. Стю и остается последний. Еле-еле успевает взять ИВП. Да, пока что все еще 1-5. Но немножко неаккуратно. Множко неаккуратно. Окей, сыграли Мибры. Так, и вот теперь есть Двайсы. Команды Юнайтед. Автомат Калашникова один. Тоже присутствует. Калия справляется с одним, со вторым, с третьим. В принципе, все. Атака абсолютно полностью мертва. Стю и вместе с товарищем. Ну, минус неудобро, кстати говоря, неплохо. На самом деле, это каким-то образом все еще можно растащить. Просто здесь надо идеально буквально стрелять. А Дазл Фоллин не дает идеально стрелять. И Стю и остается последний. 5000 у него, конечно, есть. Здесь какие-то деньги есть, да? Стю и слышит оппонента. Возможно, будет на него выходить. Кстати говоря, судя по всему... О, господи, Яшусь, мама дорогая, что... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Дивом-стой, просто-ка... А-а-а-а-а-а-а, ну посмотрите на этот ужас. И Стю и полностью понимал, где я понял. С-е-о-о-о-о. Э-это мастерпис просто. Господи, как это обалденно. И он на пофиг стоит бомба, потому что он понимает, здесь вообще никого нет. Здесь вообще физически никого нет. И он знает, что это либо баня, либо зиг сейчас будет. Ну и, соответственно, поджим сзади. Просто потому, что... Ну, а поняты на А. И вот он их слышит как раз. И он не будет менять этот зум, потому что он не может менять этот зум. Шпоник, и это еще минус один. Вот теперь сложно. Да, он должен умирать, но это прямо... Найстрай, найстрайвич, найстрайв. Прям, ммм, хорошо. Реально круто. Вот жалко Фолина рядом не было. В этом плане, возможно, получилось бы поинтереснее, но Фолин там около Папдога отъехал сверху, поэтому... Короче, ну бывает, окей, все бывает. Так, у мебров есть девайсы на последние деньги, впрочем, но поставленная бомба дала им этот шанс. Да, было ВП от АСД в команде Юнайтед. Вообще, мебры уже взяли пятерку, начнем с этого. В принципе, мы по-хорошему взять еще два, то бишь до семи. На самом деле дело сделано. Дело в том, что они так быстро начали, что каких-нибудь два раунда... Я не скажу, что просто не просто, всегда сложно, в общем и целом, против нормального оппонента. Просто это реально. То есть подушка раундов сейчас есть. То есть если они будут вышиваться подряд, 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 все равно один или два все еще реально взять, да? То есть пока что команды Мибор План, в принципе, есть. Ну, в смысле, макро... Макро-стратегия, что ли, будет работать, короче говоря, в остатке первой половины. Все еще. То есть амбиции можно проявлять, и как бы и нужно, и при этом это даже потенциально по тенденции вообще получается. То есть чисто технически они один или два раунда вообще-то берут. По-хорошему. Еще. Колдер остается последний, один в три. Для Колду очень тяжелая ситуация, и не минусует оппонента, отлетает. Вот теперь денег нет, это будет ЭКО 4-3 для команды... Ну, все, что, пользуйся Мивор, да? Ну, Юнайтед возьмет себе четверку. Все-таки. Все-таки. Так, ну давайте смотреть. Две АВП, три кемпи-четвертых, Хейс убивает Тарика. Хотят поставить бомбу. Стюи... Стюи очень сильно разыгранный сегодня, делает красивые вещи. Бомбу поставить не получится. Фернандо, была видна, пушка отлетает, а Стюи отлетает, потому что слишком мало ХП. Вот он четвертый, забрали только Хейс, а ничего не получилось сделать. Вот теперь будет бай от команды Мивор. Но... И вот вопрос, делать ли это быстро Б, или очень медленно... Вообще-то очень медленно Б, потому что что-то А пока что очень тяжелое для команды Мивор. Ну или быстро А, соответственно. То есть медленно А, походу, не. Нельзя против Юнайтед. На данный момент времени. Дазл. Фулинт получает немножко на орехи. Дазл. Заряд. Ну быстро Б, я понял, окей. Выбрали именно этот вариант. Это нормально может работать. Единственная проблема, что если колд отвалится, будет плохо. А колд, походу, отъедет, да? Опа! Колд отвалит еду, да. Фер Тарик истается вдвоем. Фернандо Альваренко делает еще один килл. Ставит бомбочку. Кидает флешечку. Тарик пойдет, и флешечка будет работать или не будет работать вопрос. Тарик не работает, и нравится. Ай-яй-яй, а где? Где выстрелы-то, алло? Эйс, что ты делал? Господи Иисусе, Фер... Он же уйдет. У-у-у-у, обрати мне... Боже мой, Фернандо крутится в стекло, не попадает. Какие просто плюшки-гаврюшки. Там уже дефьюз, и Ферн понимает, что, господи, я буду стрелять на человеку, который дефьюзит эту всю историю. Боже мой, Эйс, остается последний. Эйс, за собакой, Ферн. Гав-гав. Охренеть, не встать. Квадрокилл. Чего? Что? Окей. Окей. Интересная история. Что? Интересная история. Да. Неожиданный раунд. Быстрая. Хаотичная. Б. Энтропическая. В каких-то моментах даже хтоничная. Интересно, интересно. Чудовищные вещи, серьезно, какие-то. Ну ладно, окей. Калдера. Вскрывает оппонента, который находится на Хевинис, соответственно, Аплента. Тарик помогает своему товарищу выжить, это был Фернандо. Калдера все-таки на синим пока что бегает, видит, что у зеленого есть оппонент, делает килл по нему. Дазл пытается на поп-доге что-то сделать, получает в почечку. Вторая почечка есть, можно жить, окей. Его закрывает молеком, удовлетворяет, что нужно выходить на электрики человека, убивать, убивать человека на планте, убивать человека здесь, еще, господи, убивать человека там, если получится, конечно же, но. Может быть, не получится. Боже ж ты мой. Окей, поэтому Дазл остается один на один против Габриэля Таледа, и все-таки Габриэль таки побеждает в этом раунде. Это седьмораунд для команды Мибор, тот самый. Второй плюс... Ну, в смысле, два плюс пять. В смысле, пять плюс два, окей. Но что за хаос? Просто что за хаос вокруг происходит? Экораунд команды United, соответственно, потенциальный восьмерк или команды Мибор. И Дазл агентственный с деглом на Б-планте на собаке. Находится Скайлер пол-КП, Докр уже погиб. Скайлер Вивер пытается найти кого-нибудь. Ему очень сложно найти кого-нибудь. Он находит оппонент, убьет его, кстати говоря. И, кстати, все-таки бывает, тебе такой колдер, конечно, в размине это есть. Скайлер делает все килл. Ну, что-то очень много вы на экораундах теряете, дорогие друзья. Мус чуть ли здесь по Тарику в ухо не залепил. Тарик такой, а? Что? Где Алексей? Вот, и развернулся. Ты не Алексей, поэтому убил человека. Если бы ты был Алексей, тогда бы не убил человека. Дазл остается последний. И... Дазл? Нет, не получилось. Хотя, вот ровно в голову, как будто бы летел, оказалось бы. 4-8. И это хороший оппинфраг для команды Юнайтед. По поводу Данюка вопрос вижу. Я думаю, стоит подождать. Данюк это ультимативная тактика команды Мибор, судя по всему. Фолин говорит, что не все. Скайлер делает все это окей. Скайлер делает Фолина. Туда же летит еще и Тарик. В ничто и в бездну. Калдера остается последней. Калдера погибает. Вижу вопрос, кстати, про оскорбление игроков и английский комментатор и все такое. Я считаю, что, на самом деле, пожалуй, плохо оскорблять вообще кого-либо угодно. Так-то по-хорошему. Поэтому есть вот эджи-джокс, такие шутки на грани, да? Скажем так. Вот. Но это шутки на грани. И есть недовольство комментатора, если комментатор считает, что, например, игрок сделал что-то не так, как, например, возможно, комментатор хотел. При этом у комментатора реально вот свой какой-то флоу игровой. То есть он может быть даже отличный. Если у таких хранит оппонентов, до этого было 2 кг, кстати говоря, от команды Юнайтед. Вот. Это их раунды, я напомню, да? Италька остается последней. Италька, скорее всего, умрет. Вопрос в установке бомбы, но что-то очень сложно ему будет это сделать, поэтому, скорее всего, нет. Ну вот. Италька умирает 6-8. И два раунда у нас. Вро. Последний раунд остается. Первой половины, да? Вот поэтому я считаю, что оскорблять это всегда плохо. Но бывают такие моменты, что типа, да куда ты пошел? Да шо ж такое там? Вот это вот. Я не скажу, что это хорошо или нехорошо. Просто это было вообще у всех. Так, включая меня, на самом деле. И это можно, на самом деле, в качестве будущего комментатора, это можно обыгрывать именно таким образом. Эх, как вот не получилось. Вот такой очень мягкий такой подушечный момент, например. Это звучит, пожалуй, более профессионально. Но с точки зрения того, что ты чувствуешь в душе, это такой, ай-яй-яй, как же ты так-то кинул-то, да, Молик, плохо. Или там, ай, куда же ты пошел-то, вот. Ну ладно. Да, потому что комментатор как бы X-Ray видит. Кстати, на последнем раунде Фернандо и Фулин уже отъехали. Эйс и Депр сделали, соответственно, покелут, WVP, да, опять же, работает здесь. Стоит заметить. Коул погибнет, потому что очень криво выходил. Вот сейчас, да, я мог бы там, э, Коулдзера криво выходил. Но просто он реально криво выходил сейчас. Стюй вот такие убивают все-таки оппонента. Тарик и Стюй остаются в Даймфорде в четверых. Сложная история, потому что здесь Депр все еще есть. Вот если Депр хоронит одного из игроков Мибр, то здесь пиши пропало. Это, в принципе, так-то не пиши. Давно, кстати, от руки не писал. Кто вообще... А, ну хотя нет. Вы, может быть, учитесь еще. Кто-то из вас, поэтому, наверное, пишите. Я вот что-то вообще... Только если роспись оставлю, я тоже забыл, как это делать. 8-7. На финансовые документы каких-нибудь. Вот. 8-7. Мибр все-таки выиграли первую половину. Но и на этот их догнали на стороне защиты. Теперь и на этот будут на стороне атаки. Мибр защищаться, соответственно. Вот. В общем, какая-то такая... Какая-то такая у меня... Какая-то такая... Мнение какая-то такая. Простите, я не местный. Приехал недавно. Какое-то такое мнение, соответственно, на этот счет. И, в принципе, с точки зрения русского каста, Пожалуй, быть более открытым, мне кажется, неплохо. Только надо... Все-таки надо как-то... Да, местами обтекаемо, пожалуй, что-то делать. Пистолетка вторая, дорогие друзья. То есть прямых оскорблений это... Ну, это глупо. Вообще не надо так делать никогда. Если кто-то так делает, то не надо так делать. Окей. То есть, мне кажется, это даже особо не обсуждается. А вот какие-то вещи типа... Знаете, а можно было сделать вот так вот. Он сделал вот так вот. А мне кажется, вот так вот, да? Да, окей, может быть, да? Или... А, молик там такой поганый молик, да? Например, отвратительный тоже. Почему нет? Потому что он реально отвратительный, черт возьми. Причем все понимают, что вообще-то все люди, все ошибаются. Ну, просто... Ну, отвратный молик получился. Ну, не взял этот молик, грубо говоря. Как... Не знаю, как вот... В пении, да? Нотку взять хорошо, красиво. Ну, не взял молик. Не получилось. То есть это понятность. Все-таки убивает скалера. Ребята из команды United выходят на B. Вот поэтому... Как обычно, все в балансе, все в меру должно быть. То есть без оскорблений. Но при этом никто не мешает, вроде, высказывать личное мнение. С точки зрения именно нашего русскоязычного каста. Который обладает своим... Колоритом. Кстати, здесь перестрелки, между прочим. И Фоллин Фернандо вообще-то могут отъехать на защите. Потому что очень-очень-очень битые. И команда United может выиграть эту пистолетку. Обладая большим количеством ХП. Очень-очень мало времени. Ну, не знаю, они, походу, умирают. Фернандо последний. Тут, похоже, ошибка, конечно, да. Все равно так. Пистолетка выигрывается командой United. То есть, вообще, мнение какое-то такое. Кстати, по поводу оскорбления от Симпла. Да, у него было. Но сейчас он исправился. На мой личный взгляд. То есть, это реально было заметно. Он реально там жестко, вообще жесткие вещи делал. Жесткие, жесткие. Сейчас, подождите, дайте мне время. Потому что у меня тут кое-чего, возможно. Сломалось сек. Не, вроде не сломалось, вроде все хорошее. Надеюсь, вы меня слышите так же, как и слышали до этого, типа, 6 секунд тому назад. Окей, давайте на раунд. Кстати, не давайте на раунд, а United, во-первых, сразу же в девайсе пошли и два фармгана, а команда Mibor в три скаутки. Вот это важно понимать. Так вот, короче говоря, Симпл исправился. На мой взгляд, и этого стало гораздо меньше, или вообще не стало. Что личный рост игрока, и за этим... Мне лично всегда приятно наблюдать. Это максимально приятно. Окей. Сейчас, вот этот раунд очень важный. Я бы докомментировал. Скалер убивает Фоллина. И остается под пиджедальными около зелени. Остается 4 человека у команды Mibor в защите. Скаутки все еще могут работать, но здесь сложный вопрос. Деппер по информации Стьюис сразу же забрал. Стьюис со своей чешкой сработал. Все-таки Талик пал. Смертью храбовки надо, походу, погибнет. Да, без шансов. Колди расстается последний. Култ этот раунд не возьмет. Это, кстати, был форс от команды Mibor. Важно понимать здесь, да, это не был экраунд от них на втором. Это новый меташифт, опять же, да, то есть... И в следующем раунде они ничего не смогут сделать. Ну, то есть, сами так выбрали, как бы... Сами получили ответственность, короче. Сейчас буду держать за свой же выбор. Вот. Что касаемо... Что касаемо русскоговорящих кастеров и в том, что много воды и мало игры... Вообще-то иногда, наверное, есть. Но, с другой стороны, на английском касте я такие истории местами слышу постоянно, когда слушаю. И даже на мажорах. Потому что кастеры просто понимают, что есть... Есть история... Есть замечательная история. Можно вот... Хватануть сейчас рафляну какую-нибудь. Вот. И... И там надо понимать английский, чтобы понимать, о чем рафляна. И почему... Ну, точнее, и то, что это вообще не по игре сейчас. И это вообще даже из личной жизни кастера. Ну, это прикольно. То есть это реально... Это реально интересно. То есть я слушаю... О, круто. Прям круто. То есть это во время игры, но уже круто. Как бы дополнительно круто. Уже не по игре, но все равно круто. Вот что важно понимать. Поэтому... В английских кастах это есть. Просто нужно их слушать гораздо чаще. И вот обычно, когда предъявляют по поводу английских кастов... Обычно этот человек слушает их гораздо меньше, чем я, например. Если мне это предъявляют. Поэтому я обычно таким людям не особо верю. Потому что у них... Ну, в смысле, они смотрят, возможно, меньше, опять же. Вот в чем вся история. Но это... Я сейчас навесил елык, на самом деле. Но просто так обычно бывает. В большинстве случаев. Кстати говоря, и к раунду от команды Mibor. Опять же, как и должно быть. В данной ситуации несутствие ответственно из-за прошлого раунда. Сейчас 4 плюс 1 стоят. Поэтому... Но бывает воды много, да. Бывают, на самом деле, такие катки, что как бы там игры-то особо нет. То есть можно говорить стандартные вещи. И нужно говорить стандартные вещи. Но при этом это все настолько скучное. Как бы оно максимально проходное. Поэтому затереть какую-нибудь топовую историю. Или даже настолько не топовую, что даже настолько луз, что даже вин. По-моему, это самое то. Если честно. Потому что это все еще интертейнмент для людей. Причем людей разных групп, я замечу. Причем людей, которым даже иногда не нужна вообще аналитика в матче. Причем, опять же, бомба поставлена на Аплантет. Команды меняют это из Тюи последний. СП-250. Побегает здесь, походит. Нормально у него все будет в жизни. Вот. Причем каким-то другим людям, опять же, нужна аналитика в матче. Причем такая глубокая. Поэтому им не нужен плей-бэй-плей-ор, например, хайповый. Потому что им не в прикол. При этом другим людям нужен. То есть, понимаете, да? Тут такая история, что по-хорошему комментатор, если понимает, что вообще нужно делать, он миксует все. И на него ругаются, в принципе, постоянно. За все. Все просто понемногу. Ну вот. Такая история. Ну, плюс-минус, опять же. Вот это ми-бро все еще называет SK Gaming. По старой памяти, судя по всему. Хотя, в принципе, особо вроде ничего не поменялось. Давайте на раунд от команды ми-бер. Вот теперь важно вот этот раунд посмотреть. Потому что ее на этот либо бегут уже довольно далеко вперед, либо очевидно нет. Вот здесь важно обратить внимание на игру конкретно сейчас. То есть, тоже, да, важный момент именно выбирать ключевые какие-то вещи, которые могут повлиять на дальнейшие события. Вот здесь, например, я барафлянки или какие-то истории не кидал. Ни место и ни время. Три плюс два встает ми-бр. По защите. Тарик пока что на вдауне его ослепили. Он не слышал, соответственно. Ну, ослепили и вышли, очевидно. Да, он не слышал, как прыгал Даззл. Даззл убивает Арика. Это опенфраг для команды United. Причем United работает, как маленькие ниндзи-кобры. Спрыгивает, да. Тихо, ужалил и сразу поднялся обратно. И при этом у ми-бров нету даже шанса, чтобы рефрагнуть. И они просто в меньшинстве. И им необходимо, очевидно, рожать новую ситуацию для того, чтобы забрать оппонента, например, да? Где-то. Но United могут и не дать эту ситуацию, потому что они врываются, соответственно, на бэклэн сейчас всем скопом. Правда, вот этот маленький смок, это, конечно, да. Стюэд здесь минусует оппонента сквозь смок. Так как Стюэд — это маленький смок-криминал, то сквозь смок он отлетает в итоге. Это, походу, Рафленка как раз и была в этом супер-важном раунде. Клдер остается один из два. Существом того, как Клд может играть от углов на Д-трейне, кстати говоря, то нет, у него не получается. Но на самом деле это одна из его... Один из его перков, скажем так. Это на бэклэнсе углы около вагонов на Д-трейне в плане ретейка. Вот, но здесь что-то не вышло. Обсуждаешь воду, заполняй эфир еще более водой. Не, ну что воду обсуждать? Хотя можно пообсуждать чистоту воды на самом деле. С точки зрения, например, наполнения там калием, магнием, вот, какой-нибудь минеральной. В зависимости от конкретного источника. Артезианского, да? Вот. Но я думаю, что вы этого не хотите. Но если вам интересно, то поставьте плюс, конечно. Тарик, один хп, игра его немножко пожалела с точки зрения расчета урона. У United остается все еще 4 человека с девайсами. И United могут взять свой 12-й раунд, а мебры так на восьмерке как бы и остаются, да? То есть это большая проблема. Дазл здесь пытается кого-то найти. Он был очень сильно близко рядом со Стюей, но просто не давил дальше внутрь коридора на выход под бойлеры. И Стюей таки не заметил. Ну и команда United, возможно, на самом деле, мотанет куда-нибудь на Аплент, потому что вроде все плацдармы под Аплент готовы. Единственная проблема, хотя не обязательно, опять же. Единственная проблема, что здесь Фернандо. Фернандо на стрейфак может делать очень много. Но ребята проходят насквозь дальше под попдок и под бойлер. Соответственно, либо узко попдок, что вряд ли, либо B, что Стюейт Укей один в Соляновой здесь. И да, он заберет одного, но отлетит от второго, в чем все проблемы. Притяг вовремя под бэк, кстати говоря. Тайминг бывает команда МИБР, чувствуют ребята. Единственная проблема, что девайсов прямо совсем не хватает. То есть их очень мало. Скалек получает в почечку здесь, будет на дефолте ставиться бомба. Тарик бомбу дал поставить, взял калаш. На ходу Ферр и Тарик остаются последние, Фернандо последние. Врывается в стройку, в итоге убивает одного, получает в почечку, берет АВП, но буквально со всех сторон здесь особо ничего не сделать. Молик, если что, на бомбу есть. Ферр понимает, что это АВП по-хорошему надо сохранить, если я вообще смогу. И идет через душевые куда-нибудь на тест спаун, потому что вариантов особо нет. Это 8-12. Это 8-12. АВП по-хорошему надо сохранить. 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 Итак, Тарик в итоге Нинсует почти что троих Да, кстати, троих не получилось И это все еще шанс для команды Юнайтед Так, и вот В Фоллинг Лазера Истуи все еще находится Около Планта, и на самом деле Это опасные товарищи, все трое Надеюсь, у Юнайтед Возможно, что-то не получится Но вопрос, пойдут ли они Под Б, оставив Люркера в качестве Скайлера все еще здесь или нет Потому что вот это вот, это интересно Депор Но под АПЛЕН подходит Я не уверен, на самом деле, в этом решении Было бы очень клево идти вдвоем под Б И оставить здесь в качестве Такого мини-гитрайта Скайлера на А, потому что Скайлер погибает Убивая одного, да, но это все еще 2 на 2 И против кого? Это против Колда и против Стюя То есть это дико сложное, на самом деле, противостояние потенциально И Стюя минусует Депора И в итоге Айс отъезжает от Этих двоих, скорее всего, товарищей В самое ближайшее время, если вообще не идет спасать АВП То есть Вот здесь мы, например, встречаемся С историей о том, что Я, как имитатор, не согласен с тем, что делает команда Юнайтед В данном раунде И можно было сделать это иначе Но при этом, во-первых, это уже прошло Да, то есть мы можем просто порассуждать, как можно было сделать по-другому Во-вторых Именно этот вариант я предлагал, потому что Не хочется встречаться лицом к лицу Скалдзера и Стюи Если их можно обмануть и зажать сзади, например То есть такой момент Холин убивает Айса Колдзера убивает Эпра И Скалер тут же, на самом деле, тоже падает Мус здесь уже подходит Господи, скрутился Тарик внезапно Около Какой-то команды Юнайтед Но у Муса десятки что-то получится, на самом деле Поэтому И поэтому не получится, собственно Десятый раунд, наверное, за командой МАВР В ближайшее время Будет и То ли камбэк, то ли нет, пока Ну, непонятно, пока еще Что-то равного нет и по тенденциям непонятно Потому что Одна команда В общем и целом стоит второй, на самом деле То есть можно Может как одна резко быстро вытащить Так и вторая Дабы лвп от мебров Экараунд от команды Юнайтед То бишь мебры вернутся все-таки на Одиннадцатый для себя Что неплохо И мы видим Довольно Довольно близкий Детрейн вообще Тремки четвертых у команды МИБР По деньгам, опять же, некоторые закупались На всю Ивановскую У некоторых какие-то финансы дополнительные есть Но Очень сложный обсуждаемый момент Потому что Ну, потому что банально тяжело По деньгам КТ-стороня Вообще, на самом деле Юнайтед дает бой Команде МИБР Дико приятно это наблюдать Молодцы Реально интересный состав Потому что Не первый раз Я его вижу И, судя по всему С учетом результатов команды Юнайтед Наверное, даже не последний Потому что Нереально клевые Скалер минусует в колдзеру Фолин отучает по Скайеру Виберу Ситуация 4 в 4 Фолин здесь не промахивается Мог сквозь своего товарища Жа простреливать Теряют Некоторые Некоторую экономику Команда МИБР Потому что Вообще-то погибают От пистолетов здесь Дазл СМК-4 С кевларом То есть Вполне себе Боевой товарищ И Дигл от Эйса То есть Вполне себе Боевой товарищ Стеклянная пушка Да? Такая Капризная Но все еще Рабочая Пытается по Фолину Если попасть сразу же теряет 3 четверти хп Но на самом деле Дальше уже вариантов Особо нет То есть Тут крутись Крутись не крутить Нормально Кстати Забавно Действительно Башка здесь Дай пирожка залетает По Фолину Тарик отвечает СПА по оппоненту В арме Немножко пистолетных денег себе Вот Но Денег у команды МИБР конечно Совсем здесь Кот наплакал И это возможно Какой-то Последний бай И если проиграет Следующий какой-то Типа полубай будет То есть У кого-то буду давать У кого-то соответственно Очевидно не буду Не будет Точнее Опять калаши И от команды United АВП нету в атаке Вторая армора Гранат Есть Команды United В итоге В Скалер В колд Опасная полиция Полна убивает Скалера Ловит походу На смене девайса Закрывает себя В итоге Муз отвечает По Габриэлеву Моментально сносит ему Лицо здесь Но колд на самом деле Должен чувствовать По-хорошему тайминги Куча гранат Просто летит И полдера Полдера будет ли выходить Гранатка ответная полетела Соответственно Ей ответный же Ответный-ответный Смок от команды Мибор Подцепка для колда Он слышит как Оппонент убегает Даже походу Видел флешку Которая летела здесь Он понимает Что оппонент убегает Возможно Сигнализирует Стиви о том Чтобы Стиви был готов Тарек пока что Саплента не уходит Колд сейчас посмотрит И не увидит никого Не увидит никого И говорит Ребята Молик на нижний Да-да-да Парыч Например закиньте И 40 секунд Если что Команды Молик на нижний А молик-то горит А молик-то горит Он тут реально Типа 35 секунд уже Соответственно Летит смок Ребят понимаешь Что да Это наверное Реально Б Стиви сразу же Закидывает под дефолт Каешка Она не взрывается Нормально по-человечески В итоге выходит смок Его там и убивает Тарек пытается Принять Со всех сторон Всех подряд И вы знаете Ничего не получается У команды Мивор Фера здесь пытается Мансовать Безо всех сил Причем позиция Довольно интересная И в итоге убегает И это конечно Слышали Но Здесь вариантов Особо нет Для команды Майбер Колдзера получает В лицо флешку Понимает Что нужно возможно Тоже уходить Это будет сейв Для команды Мивор 11-13 И Где никто особо нет Ну опять же Я вот говорил Что у кого-то Будет Будут девайсы У кого-то нет То бишь Сохранением двух девайсов Это будет все равно бай Потому что Двой закупится Более-менее Фолин будет страдать Да Скорее всего Ну или Если фер Скинет АВП Фолину То Будет страдать Продолжение следует... Продолжение следует... Так Очень важный раунд Для команды Мибор Вот это Если проигрывать То здесь уже Управиться будет Почти Да особо никак На самом деле Почти Почти никак Фернан убивает человека На Опдауне А ты же просто Спокойно Простреливая Его даже Сквозь флешку Очень неаккратно Здесь играет Депр Но вроде Оставить Живых Вы точно хотите Все еще на Аплент идти Потому что С Попдогом У вас большие Проблемы Ребята Очень сильно Я в этом не уверен Фернанда Слышит оппонентов Слышит третьего Убрывается в смог Кладет одного Кладет второго Пытается Уложить третьего Не видит Он укладывает третьего Падает в итоге Квадрокилл от Фернанда Легчайше просто Вот этот вот выход На самом деле На имейн Очень узко И читаемо В отсутствии Других тактик Ой-ой-ой Может отлететь Да Да Айс отлетает Видел Противник Айс Не спасает Да будет бай Потому что денежка Ну не у всех Кстати говоря Но денежка есть Но вот Эта вот история От команды Юнайтед Это Закончившиеся Идеи Под конкретный раунд Причем под самый конец И И на Б Уже Вообще не пошли Хотя это была Прекрасная идея Не идти узко Через А Пойти Стандартно Через Б Верхний Нижний Хотя бы Разделить Внимание Оппонентов Ну нет Решили как решили И вот Тоже Тоже с этим Не согласен Для команды Юнайтед Мне кажется Это был плохой выбор Они проиграли Поэтому наверное Плохой и был Три плюс два Играет Ребята из команды Майбер Так Давайте смотреть Будет Будет ли летать Не будет ли летать Чпоник По скалеру Проходится Болен в итоге Новый как на Б И он может быть Вполне себе Плюс минус Успешность Даже для команды Не найдет Хотя Нет уже Возможно Не очень Посмотрим Да Если взрывает Муз последний 1-4 Ему будет Дико тяжело Есть момент Возможно Как-то здесь Забрать Одного Но отлететь От следующих Претендентов На его Жизнь 13-13 Юнайтед Начинают Постепенно Ошибаться Пауза Конечно Да Очень хорошая Пауза Если это Юнайтед Я полагаю Это Юнайтед Да Фактическая Пауза Юнайтед Да Все правильно Угу Но денег нету То бишь Фарсить сейчас Наверное Не стоит Это пистолетный Блабай какой-то Плюс Двайсник Следующим То бишь 14-й раунд Для Мибор Если следующий Двайсник Проигрывает 15-й раунд Для Мибор И Фарс на все Типа Потенциально 16-й раунд Для Мибор То есть У Юнайтед Были все Варианты Чтобы Плюс-минус Комфортно Для себя Это сделал Прям Ну нормально Ну комфортно Ну серьезно Это сделать Все красиво Хорошо Замечательно Ну Вот оно Че-то Поехало Куда-то Не куда Получилось Получилось Как получилось Не так Падает От Фернандо Крипл От Кодзера Подает Муз Скайлер Последний Скайлера Запалили Скайлер Пытается Сбежать С карты У него Не получится Поэтому он Умер В почвеньку Получивший 14-13 Соответственно Вот очень важный Двайсник Раунд От команды Юнайтед 4600 На самом деле Достаточно Количество денег Вполне Вполне Можно с этим Играть Ребята В итоге Будут Судя по всему Но Если Проигрывает Этот Раунд А по Тенденциям Чисто Теоретически В принципе Вроде Проигрывает Этот Раунд Ну Опять же Предположительно Томми Брэйн Наверное Карто Побеждают Но Юнайтед Должны сломать Вот это Мое предположение И вот эти Тенденции Вообще И например Сделать Вот эту Вот историю И вопрос К Фернандо Больше На самом деле Был Здесь То есть Вообще Какого черта Что это Было На самом деле Но Окей Допустим Это Хороший Килл для Юнайта То есть И вот Предположение Постепенно Начинает Ломаться Как раз Из-за таких Ошибок Команды Снайпера Который Вообще Это Может быть Там и Стоит Где-то Под Имейном Потому что Где ему Еще В начале Раунда Стоять На зелени Еще Может быть Например Наслепляют Тарика Вот 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 Она Постепенно Начинает Ломаться Ууу Ууу Почти Но Там Помогает Колдзера Колдзера Против Точнее Состюет ОК Против Фейса И Скайлера Стьюе Причем Не особо В позиции Колдзера Пристреляет Оппонента И Состоится Последний И падает Такие Стьюе Который Приходит Сапдауна Это Действительно 15 Сторон Для Команды Мибор Не Все-таки Тенденции Если впадают Но Че-то Как-то С ошибками Конечно Стюе Получается Получается По хп ой зачем я это открыл я не знаю что там у united на улыновой бай возможно последний мактен чешка дигал галилл и так наен ну не очень но смысле ну правда не очень но что есть тут вариантов особо больше нет особо ничего не сделаешь да фир фир фирыч стоит горит на собаке ослепленный господи иисусе опять это свой голос божи Woodo стоящая вот такие длинные руки что давайте понимают что господи исути почему там много оппонентов пытается это действительно это видео получается даже биталика скалер пытается тащить но меня нет Нет, нет, он падает от Фолина И этим заканчивается его Маленькая кошачья жизнь Таким же образом заканчивается Карта Детрейн, дорогие друзья Будем переходить на вторую карту Между командами Мибер и Юнайтед И вы особо никогда не переключайтесь Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok Включайся, Мегафон